Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Бажан, я столяр, токарь, веду свой канал, вот вы меня сейчас смотрите. Много что-то я уделял внимание столярным всяким делам, мне это все поднадоело и снова начинаем говорить про токарку. Говорит много и хорошо. Сегодня мы займемся вот таким бокалом. Если сейчас не видно еще, то поближе сейчас покажу. Бокал этот унитарный, то есть он будет использоваться, и из него люди собираются пить пиво. Хотят люди пить пиво из дубового бокала, почему бы нет. И в основе этого бокала будет очень необычный сегментный набор. Сегментный набор вот такой. Набрано из деляночек, которые распилены вдоль. Обычно мы сегменты набираем по-другому. А сегодня покажу вот в этом конкретном видео, как набираются сегменты, чтобы получилась вот такая форма. Понимаете, как бы дуба нет у меня в таком количестве, которое мне заказали. И опять же точить из сырого дуба, потом сушить там полгода, еще что-то. Долго. Людям надо быстрее. Если быстрее, мы будем делать сегментами из сухой древесины. Давайте смотреть внимательно. Всегда начинайте работу над любым проектом с чертежа или эскиза. Ну, это конечно не чертеж, это больше эскиз. В принципе, ничего такого супер сложного нет. Кроме того, что вот эта вот часть, она будет вытачиваться отдельно от низа. То есть ножка, вот этот декоративный элементик, шип, будет входить в отдельную часть, которую нам нужно собрать. Вот она эта часть. Собрана в виде. Дайте ее пока в сторонку. Делянки в нашем сборе выглядят вот таким образом. Вот она делянка. Она стоит вот так. И что мы делаем? Мы даем форму, включаем ее в делянку и смотрим размер делянки. У меня получается 215 на 22 миллиметра. Вот она. 22 вот здесь толщина. Потом мы рисуем 2 окружности. Первая диаметром 48. Это вот этот диаметр. Вот отсюда вот до сюда. Вторая диаметром... Ой, вернее, вот этот диаметр 48. Вот здесь вот 24. То есть, соответственно, сюда 48. Второй диаметр 110. Отсюда до сюда. Чертим. Даем. Рисуем, вернее, угол. Вот этот угол 30 градусов. И вот эти две точки соединяем здесь и здесь. Здесь получилось 27 миллиметров. Вот здесь 12 миллиметров. И теперь мы знаем, что вот наша делянка. Вот здесь у нее должно быть 27. Вот здесь у нее должно быть 12. В толщину она 22. Ну и все. Нам нужно найти угол. Вот этот вот угол, под которым мы сейчас должны восстановлять каретку на пильном столе. Очень просто все находится. То есть, чертится вот такой вот уголочек. Здесь 215, здесь 13,5. Угол получился 2 градуса у меня. Тут ничего такого сложного нет. То есть, геометрия для, там, не знаю, там, для 6 класса, наверное. Теперь мы готовим вот этот набор делянок. В начале наших действий нам нужно приготовить вот такой щит. Щит длиной 215 миллиметров. Вот так. Толщина у него 22. Ширина, ну, может быть, в принципе, любой. А сколько мне нужно бокалов много, я сделал несколько таких щитов. И немножко поговорим про настройку станка. Вот уж я свой станок ругал-ругал за то, что он где-то неудобный, где-то каретка выше, чем нужно. Но вот в случае с этим набором он очень-очень неплох. Ставим диск прямо. Поставили. И начинаем выстраивать нашу схему. Первое, что мы должны найти, это угол между кареткой и диском. Этот угол у нас 2 градуса. Проще всего воспользоваться электронным угломером. Вставлю я угломер. Нахожу на нем 2 градуса. И... Внизу сторону я нахожу 2 градуса. Нет, стоп. Нашел 2 градуса. Подгоняю каретку и наклоняю ее. Вот. У меня получилось 2 градуса. Я уж показывать крупно не буду, поверьте мне, что это именно так. Зажимаю каретку. Зажал. Еще раз смотрю. 2 градуса. Теперь устанавливаем наклон пильного диска на 15 градусов. Почему на 15? Потому что нам нужно получить угол 30. И тогда из 12 делян у нас все соберется. Делаем все то же самое с электронным угломером. Очень удобно. Шкала, которая есть на самом станке. Она нам в этом случае не очень помогает. Но она не совсем точная. Вот. 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 То есть установили угол в 15 градусов. Немножко я диск опущу. Вернулся на родину. И последняя установка. 27 миллиметров на параллельном упоре. 27 миллиметров у нас вот здесь. От диска до параллельного упора. Итак. Первый пропил. Вы ставите свою деталь. С тем расчетом, чтобы она, пила, снимала у вас чуть-чуть. Совсем с краешку. Вот, например, так. Что сейчас получается? Вот этот вот угол. 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 Два градуса. Вот этот угол 15 градусов. Чтобы получить нашу заготовку, нам нужно перевернуть щель. Упереться вот этим углом в упор. И сделать счетный протёр. Вот мы с вами получили первую делянку. У меня стоит диск, который предназначен для чистых распилов под склейку. Я не могу сказать, что я им сильно доволен, но поверхность достаточно чистая. И что теперь мы делаем? Теперь мы переворачиваем. Упираемся. И делаем следующую делянку. Готово деляночка номер два. Вот они у нас вот таким образом должны собраться. Всё хорошо. Повторяем эту операцию 12 раз. Я вам уж каждый пропил показывать не буду. просто несколько слов скажу про пилу вот вы знаете вот пила как бы и не совсем удобно для столярных дел потому что она предназначена в том числе и для распила щитов но вот иной раз иной раз она прям выручает прям очень здорово как в данном например случае вот наши деляночки вот они сходятся вот здесь чуть-чуть расходится она подожмется все пилю дальше пока без вас посмотрим чуть попозже что получилось ну и пришла пора все это собрать расставляем деляночки это все напоминает изготовление бочек деревянных то есть бочки деревянные делать по такому же принципу по сути у нас та же самая деревянная бочка только маленькая расставили сжимаем сжали вешаем хомут выравниваем вешаем еще один хомут разъехался нет сожалению меня хомута вот на самый низ в данном случае ну или на самый верх как можно сказать поэтому придется нам здесь вот завязочка делать палочка с веревочкой набросили завернули зачем мы все делаем вот так вот на сухую ну чтобы посмотреть где-то могли немножко колоться и тогда придется чуть-чуть подравнять на шлифовальном станке ну вот это более менее хорошая получилась у нас заготовка подравнивать ничего не нужно остается все это склеить чем сейчас замену клею я клейберитом тут никаких чудес особенных нет единственное что я буду наносить клей с обеих сторон я когда делаю сегментные какие-то вещи я стараюсь склеить ну как бы не то склеить а наносить клей с двух сторон в обычном случае когда я работаю там с щитом например там или вообще со склейкой с любой мне достаточно одной стороны сегмент что-то мне кажется что хуже не будет наклеить нести клей на обе деревяшки смачивайте кисточку водой время от времени это позволяет так скажем избавиться от засыхания клея быстрого легче он наносится тянуть не стоит работать надо быстро иначе все это начнет подсыхать ничего хорошего не получится ну и начинаем собирать можно поставить от вот так Клей уже нанесен, она не так разваливается. И собирать полегче. Опа! Не на ту сторону поставил. Опять все выравниваем. Теперь на клею она ходит значительно лучше. Выравнивать проще. Устанавливаем хомуты. С хомутами, конечно, работа красота. Она выравнивается сама. Практически не нужно ей помогать. Все так происходит достаточно удачно. Ну и последний акт веревочка. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, в принципе, и все Конструкция наша готова Она сохнет А я это видео заканчиваю В следующем покажу, как это все будет протащиваться Всего хорошего, до свидания С вами был Юрий Бажин Субтитры сделал DimaTorzok